Доставить родной земли для тех бойцов Великой Отечественной, которые похоронены в братских могилах на Донбассе. Такая задача у делегаций, которая вместе с гуманитарным грузом доставит капсулу с землей в музей боевой славы в городе Снежное Донецкой Народной Республики. Это проходит в рамках договора о сотрудничестве и взаимной помощи, которую подписали глава администрации города и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Капсулу наполняет ветеран Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич Амельев. Малый Сталинград. Именно так назвали кровопролитную битву за высоту 277,9 в Донецкой области в 1943 году. С этой точки, недалеко от города Снежное, открывается вид на несколько десятков километров во все стороны, а потому она была стратегически очень важна. Бои за вершину продолжались 12 дней и завершились победой советских войск. В сражении погибли более 100 тысяч солдат, в том числе и уроженцы Куйбышевской области. Поисковые работы, чтобы установить их личности, продолжаются, но сейчас уже известны имена четырех человек. Мы сейчас открыли несколько пока имен этих солдат. Один из них как раз самый первый, кто прорвался через градительные обороны фашистов, завладел этой высотой и на протяжении суток ее удерживал до прихода основных сил. Возвращаясь, делегация привезет на родину землю с этого кургана, чтобы установить капсулу в Самаре, а также передать часть земли в те села, где родились участники той битвы. Для родственников это достаточно такая трогательная минута, когда предоставляешь информацию, еще и прикладываешь в гильзе землю. То есть кто-то хранит ее у себя дома, кто-то высыпает при захоронении на могилу. То есть, ну, это достаточно, можно сказать, священное такое действие, которое происходит, все, что связано с землей. В церемонии забора земли предшествовало и возложение цветов к вечному огню, в которой принимали участие глава Самары Елена Лапушкина, депутаты губернской думы, представители ветеранских организаций, патриотических отрядов и поисковых движений. Делегации Самарской области отправятся в Снежное в ближайшие дни. В это время будет продолжаться поиск родственников тех солдат, чьи имена уже известны. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Продолжение следует...